Сегодня на заседании московского правительства обсуждался вопрос, который волнует миллионы жителей столицы. Речь шла о ценах на лекарства. По словам мэра Сергея Собянина, они часто неоправданно завышены, в том числе из-за грубых нарушений в системе закупок медикаментов. Сегодня городоначальник предложил уволить ответственных за создание подобной ситуации и еще раз предупредил чиновников. Игры с бюджетом опасны для их участников. И подробнее о мерах, которые предлагается принять в срочном порядке в репортаже Сергея Гапонова. В вопросе закупок лекарств для нужд москвичей должен быть немедленно наведен порядок. Об этом сказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства. Директор группы столичной аптеки предлагает освободить из занимаемой должности, поставить другого руководителя разобраться с деятельностью этой структуры. Она слишком конкурентоспособна, чтобы это было правдой. Тендеры, которые мы проводим сейчас, прошу приостановить, в течение нескольких дней разобраться. Коллеги, я предупреждал всех, не надо играться с государственными деньгами. Если кто-то еще не понял, я доведу его сведения, чтобы он это понял. Еще в середине ноября глава Росфинмониторинга Юрий Чеханчин докладывал премьер-министру Владимиру Путину о серьезных финансовых нарушениях и незаконной деятельности московских чиновников, отвечающих за состояние дел на столичном рынке лекарственных препаратов. Мы встречались с мэром, обсуждали и выявили несколько моментов, я могу себе показать, где действительно есть проблемы, в частности, обратите внимание, это вот объекты здравоохранения, департаменты, больницы. Заключаются контракты с посредниками, а потом деньги поступают от этих посредников непосредственно в БУК здравоохранения, как раз говорили, откатная часть уходит, сумма где-то порядка 1,2 миллиарда рублей. Вот примерная схема организации и проведения электронного аукциона. Заказчик, в данном случае департамент здравоохранения Москвы, прописывает условия конкурса на поставку лекарств в столицу и объявляет тендер, в котором могут принять участие потенциальные поставщики. Чем больше участников, тем ниже цены на лекарства. Однако на деле все выглядит несколько иначе. Например, когда мы выставляем средства для лечения туберкулезом на 2011 год, у нас выигрывает одна структура. Когда проводим открытые аукционы в электронной форме по южному административному округу, выигрывает другая структура, она тоже одна. Соответственно, и по юго-восточному округу одна структура выигрывает, и по западному округу, и по другим округам. То есть у каждого округа есть своя структура, которая конкурентоспособна, дает лучшее предложение и выигрывает тендер. Объявляется конкурс, в конкурсной документации прописываются условия поставки, условия требования, предъявляемые к тем препаратам, которые должны быть поставлены. И, соответственно, начинается розыгрыш. Но, как правило, как показывает опыт, к сожалению, негативный, прописываются условия под одного конкретного поставщика. Таким конкретным поставщиком долгое время как раз и было государственное унитарное предприятие столичной аптеки, учредителем которого являлись московские власти. На 6-е и 12-е десятые гупам города Москвы столичной аптеки заключено 4714 госконтрактов. То есть у нас на поставках лекарства для наших нужд самые конкурентные позиции занимают гупам столичной аптеки. По мнению экспертов, то, что на рынке Москвы фигурировал один и тот же поставщик, нарушало закон о конкуренции. И не только. Если такое лицо может вмешиваться в результаты выбора препаратов, те или иные, то есть создавать конкурентные преимущества, то, соответственно, москвичи просто видели искаженный рынок перед собой во всем. И в ценах, и в ассортименте, и в доступности. Теперь же в течение трех дней вся конкурсная документация заказчиками и организаторами электронных аукционов должна быть приведена в порядок. То есть оформлена таким образом, чтобы возможность участвовать в тендерах получили как можно больше поставщиков лекарств. В московской мэрии уверяют, что этот процесс к дефициту лекарственных препаратов в столице не приведет. Все лекарства во все установленные сроки вовремя будут доставлены в аптеки, в лечебные учреждения. Цены ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не повысятся. Наоборот, как считают московские власти, когда на новые электронные аукционы будет привлечено большее число участников, это позволит розничные цены на лекарства понизить, а городу сэкономить средства для проведения модернизации московского здравоохранения. Сергей Гапонов, Наталья Голуб, Анжела Тикеева. Первый канал.